Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на моё новое видео. Сегодня я пройду Майнкрафт на профессиональной сложности. Когда-то я давным-давно уже проходил Майнкрафт на нубской сложности. Это видео собрало около 6 миллионов просмотров. И я хочу попробовать повторить успех того видео и пройти Майнкрафт уже как бы, ну что логично, на профессиональной сложности. Чем она отличается от нубской, я думаю, понятно. Но если вы не смотрели этот ролик, обязательно посмотрите перед просмотром этого. Ну или после. Какая разница, в принципе, не важно. Я думаю, если вы сначала посмотрите это видео, а потом видео про то, как я проходил Майнкрафт на нубской сложности, вы сразу заметите разницу. И перед тем, как я включу эту сложность, мне нужно создать мир. Итак, мы начинаем создавать мир. Естественно, выживание. Естественно, оставляем стандартные настроечки. И нажимаем кнопочку создать мир. Всё, мир у нас прямо сейчас создаётся. Ждём, когда он создастся. Та-дам! Я только что заспалнился. Только что вот прямо заспалнился, мир начал прогружаться. И что ж, мы начинаем проходить Майнкрафт как профессионал. Но! Но-но-но, не забываем включить сложность. Прямо сейчас мы это делаем. Настройки. И вот у нас сложность. Мы выбираем, ребятки, профессиональную. Где она здесь? О! А вот и сложность про. Отлично! Теперь она у нас работает. Всё, ребята, теперь, когда сложность включена, мы можем начинать играть. И для начала, на первых этапах вы ни за что не отличите, кто играет в Майнкрафт. Нуб, профессионал, кто-то ещё. Нет, на первых этапах все равны. На первых этапах все добывают просто дерево и ничего более. Но дальше будет интереснее. Поэтому я вам не советую перематывать, а досматривать это видео до конца, чтобы вы всё прекрасно поняли. Итак, профессионал всегда добывает всего впритык. Да, вы, наверное, думаете, что профессионалы все богаты, у них всё есть. Это, конечно, так, но они всегда добывают всё впритык. Чтобы хватило всё на первоначальный. Делать всё очень быстро, чётко и по делу, ребятки. Но не путайте профессионала со спидранером. Это очень важно. Потому что спидранер проходит на скорость, а профессионал проходит просто как бы, ну, профессионально. Он не старается как бы, о, быстрей, 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 быстрей. Он старается, чтобы всё было, ну, как вот он может. А он может профессионально, как вы понимаете. Затем он просто роет яму. Естественно, либо рукой, либо лопатой. Но обычно профессионалы экономят, знаете, чем богаче человек? Тем он как бы экономней Как бы странно это не звучало, то же самое и с профессионалами Вот пожалуйста, профессионал уже добывает То есть я сегодня профессионал, так я играю на профессиональной сложности Я добываю сразу на кирку, впритык на кирку И иду уже киркой, чтобы как бы не тратить свое драгоценное время Потому что у меня там еще дела, фотосессии, ладно Но это профессионалы так говорят, и они очень быстро находят железо И также добывают его ровно впритык Ровно на железную кирку, потому что дальше им нафиг не нужно это железо Если вы думаете, что они создают железную броню, как бы не так, ребятки, как бы не так Что ж, вот мы уже накопили, мы действуем по профессиональной сложности Если я нарушу хотя бы один закон профессионалов, то я как бы автоматически завершаю игру И это не будет считаться, что я как бы прошел Майнкрафт на профессиональной сложности Затем они плавят, но не на угле, нет времени копать уголь Они просто закидывают доски, и он плавится А пока он плавится, можно, я думаю, немного и подобывать еще камушков В принципе пригодится, на всякий случай Потому что как бы камень камнем, да, он всегда нужен Потому что там, допустим, перебраться через какую-то лаву Или что-то застроить, или пободварсить даже немного Поэтому камень, ребятки, всегда нужен Камень для профессионалов тоже это ваше Не думайте, что он только для нубов нужен или для обычных игроков Тем временем наше железо уже доплавилось Видите, как идеально все рассчитано Мы берем железо и, в принципе, можем докопать это дерево буквально на одну палочку Нам нужна эта железная кирка Я снимаю всего лишь 3 минуты Играю, наверное, вообще всего лишь 2 Но вот уже у меня есть железная кирка То есть смотрите, как быстро все идет И главное, заметьте, я не тороплюсь Я не тороплюсь, просто все идет своим чередом И все спокойно Что делает дальше профессионал? Когда у него, казалось бы, есть уже кирка железная Что он идет делать-то? Так, я думаю, столько дерева хватит Ну так вот, он идет, конечно же, копать алмазы И у профессионалов есть свои тактики, как копать алмазы О них я рассказывал в своих видео Поэтому смотрите, у меня на канале дофига крутых видео Профессионалы действуют очень быстро и лаконично Они начинают спускаться на 13-ю высоту Да, все очень просто Они просто опускаются на 13-ю высоту В среднем Профессионалу, ну, в среднем, ребят Опять-таки, это среднее значение Нужно около 5 минут, чтобы найти алмазы И также, естественно, профессионалы добывают уголь И добывают его, кстати говоря, очень-очень много Потому что, ну, как бы, профессионалы на уголь жадны Если вы думаете, что только нубики любят Вот этот вот уголечек вкусненький То нет, вы ошибаетесь Также всякие профессионалы всегда ориентируются на координаты То есть они используют практически все вот эти вот строчки Которые тут указаны Распознают координаты, стороны света и так далее Они ими пользуются и практически всегда Они у них включены Вот так вот они играют Но так как вам будет неудобно смотреть Я их, пожалуй, выключу Ну и также создадим пару факелов Конечно, пока мы копаемся на нижнюю высоту Они нам не нужны Но так как я опять-таки снимаю Для меня важна красота картинки Я буду использовать вот эти вот методы Обычных игроков То есть освещать бесполезную территорию Которую я потом застрою Копаться без вот этого вот Ф3 координатов и так далее Вот так вот даже, наверное, лучше будет включить Вот с этим вот инфографиком сбоку И что это такое Так, смотрите, мы с вами копаемся Все говорят, ищи алмазы на 12 высоте Золотая середина Но нет, на самом деле, мне кажется, что Золотая середина это 10 И все вы знаете, если долго добиваться чего-то в одном деле Вы всегда достигнете в нем успеха И так вот, профессионалы, так как они обожают алмазы Обожают их копать У них есть много тактик Есть вот такая вот длинная Есть тоннельная Есть пещерная А есть моя тактика Которую я обычно использую я В принципе, когда хочу очень быстро найти алмазы Это я копаю вот такой вот кубик То есть я выкапываю из земли Кубик размером 3 на 3 То есть раз, два, три Делаю вот такое вот копание Смотрите, раз, два И вот тут вот снова заворачиваю То есть на третьем То есть я думаю, вы поняли Получается у меня такой, знаете, своеобразный кубик Вот, как видите, он у меня прямо сейчас получился И где-то тут мы сейчас с вами будем искать алмазы И я думаю, что все у меня, в принципе, удастся И все получится Я решил сделать себе побольше факелов Все дерево тратить не буду Где-то, наверное, вот так вот только потрачусь И, наверное, половину из этого я пущу на палочки Все Теперь у меня будет полно факелов И я их ставлю во вторую руку Чтобы дело шло намного-намного быстрее И все, мы продолжаем выкапывать Я уже, как бы, видите, копаю второй кубик И, надеюсь, мне повезет в скором времени с алмазами О, вот уже и Редстоун Редстоун, кстати говоря, нам тоже очень сильно понадобится Вы не думайте, что нам не понадобится Вы не думайте, что мы какие-то спидранеры Которые просто быстро проходят в Майнкрафт Нет, Редстоун нам тоже очень сильно нужен В дальнейшем узнайте зачем Как я уже говорил, профессионалы очень падкие на уголь Опа, ребятки, ребятки, ребятки Смотрите, я копался и нашел вот такую вот своеобразную пещеру В принципе, можно идти дальше по ней Если вы, допустим, копаете больше пяти минут и ничего не находится Но я копаю где-то около, наверное, минут трех Пока что я ничего не нашел Но я почему-то все равно хочу войти в эту шахту Мне почему-то кажется, что удача мне тут обернется Так, нет, тут я уже слишком высоко поднимаюсь Там точно ничего нету Все-таки, ребятки, шахты иногда вот такое вот Имеют обманчивое ощущение Так, там что-то есть, да, там что-то есть Но, опять-таки, это шахта на возвышение Нам на возвышение не нужно Нам нужно все на понижение, то есть, как бы, вот Поэтому продолжаем копать по своей тактике Ай-на-не-на-не Хорошо, что я не пошел в эту шахту Все-таки, ребятки, мой способ рабочий Остается узнать, сколько здесь алмазов И пока что мне очень нравится Потому что я добыл алмазы меньше, чем за 4 минуты, находясь в игре Так-так-так, и теперь мы будем копаться дальше сюда Я так понимаю, тут больше нет алмазов Обкапывать, ребятки, нету смысла Потому что алмазы рядом друг с другом не спавнятся Поэтому вот эти вот, все знаете Выкопал алмазиков и начал вокруг обкапывать Есть ли тут алмазики? Нет, этого смысла нету Все, вовремя нужно остановиться Нам больше шахта алмазов не даст Это, знаете, как вот всякие азартные игры То есть, как бы, играешь-играешь, выиграл Все, надо остановиться Потому что больше тебе никто ничего не даст Дальше пойдет только убывание Всего лишь подогрели твой интерес Поэтому самое время остановиться И выйти на поверхность из шахты Не зря же я копал вот эти вот блоки, да? Они мне сейчас помогут выбраться Потому что у меня их полно Полным-полно, ребятки Да, выбираемся Итак, как вы видите, я выбрался на поверхности И имею у себя в инвентаре 5 алмазов И вы скажете И что это? Это разный персонализм? Но смотрите дальше Сейчас, я уверен, вы будете просто в шоке Мы открываем сундук Складываем сюда все лишние вещи Абсолютно все вещи мы складываем Кроме алмазов Профессионалы, честно вам скажу Пользуются иногда таким методом Берем все свои алмазы Выкладываем где-то, ну, давайте Не знаю, вот так вот во вторую руку Половину сюда И мы должны прямо сейчас Выбросить алмазы И свернуть Майнкрафт А точнее, выйти из мира И это не всегда может получаться То есть, как бы, еще желательно, конечно Найти возвышенность большую Или быть на секунду, так сказать От погибели Что-то типа этого Ну вот, я решил, что я вот сюда вот буду падать И тратить по полсердечка Что ж, вот у меня осталось уже пол хп И все очень просто Мы просто, смотрите Прыгаем, выбрасываем, сворачиваем И теперь мы нажимаем Сохранить И выйти И я думаю, что можно, в принципе И заходить Поэтому жмем Одиночная игра Заходим в мир Так-так-так 90-100 Получилось С первого раза На самом деле, ребят Не с первого раза может получиться В общем-то, рассказываю Когда мы падаем вниз Мы, по сути, должны Ну все, так сказать Все, конец нам Должен быть произойти Когда мы упадем Потому что у нас пол хп С такой высоты Мы явно помрем Но, ребятки Когда мы выходим из Майнкрафта Я рассказывал это на своем канале Пирожок с ничем Когда я снимал лайфхаки Про Майнкрафт Если мы упадем Майнкрафт засчитает Что мы, как бы, зашли И уже будет считать Высоту, от которой мы летим А это было пол блока Но помните Что тогда мы выкинули алмаз И, собственно, у нас теперь Внимание, сколько алмазов Внимание У нас 6 алмазов И так мы можем повторять Столько, сколько нам нужно И вы скажете Это читерство Это уже как пройти Майнкрафт за читерцу Но, нет Это баг Майнкрафта И, то есть, как бы Читерство Это когда ты качаешь Специальную программку Значит, нажимаешь На специальную кнопочку У тебя миллиард алмазов Вот это читерство А это баг Майнкрафта Баги использовать не запрещено Так, ну вроде все Теперь мне хватает В принципе На бронь Мою любимую Все профессионалы Всегда ходят В алмазной броне И это, так сказать Их такая фыщка Знаете, фыщка Вот, забыл из второй руки Взять немного алмазов И делаем Насколько нам хватает крафта Я уж не стал затягивать Слишком долго своего времени Поэтому Надыбал вот столько алмазов Сколько, в принципе, есть Вот так вот Добыл прям впритык Все И так же мы теперь с вами можем Скрафтить еще в придачу Алмазную кирку Да, мы пока что не скрафтили Алмазный меч Но все еще, ребятки У нас с вами впереди Берем, создаем все Алмазная кирка У нас готова А теперь можно отправиться И дом построить В принципе Профессионалы обычно не забирают Вот эту вот шнягу Они оставляют И бегут дальше Потому что им это попросту неинтересно И ищут место для дома Я только что скрафтил себе Еще один верстак Чтобы сделать сундук Потому что, наверное, буду строить Свой механический дом Да, вы не ослышались Механический дом Где-то в этой территории Профессионалы практически Всегда строят Механический дом Если вы думаете Что профессионалы строят себе Дом из алмазных И изумрудных блоков То это просто так делают Нубики Чтобы казаться профессионалами А настоящие профессионалы Просто строят Красивые Механические Дома Потому что умеют Владеть Ростоном Давай-давай-давай Беги-беги от него Беги-беги Удавай-давай-давай Слева-слева-слева Смотри, бежит-бежит-бежит за ним О-ой, ребят Извините Че-то телевизор засмотрелся В общем-то Я закончил постройку Своего механического дома Давайте выключим Прямо сейчас свой Механический телевизор Да, все дела То есть у нас все красиво Только вот поджечь Надо немного костер Все Вот так вот лучше будет Я думаю В общем-то Вот так вот собственно И строят дома профессионалы Они не строят их Из алмазных блоков Как я уже говорил Они строят такие простенькие Уютненькие Хорошенькие Домики И прямо сейчас Мы пойдем с вами Быстренько Ну так знаете Налево-направо Грохнем дракона А, кстати Вот что берет с собой профессионал Когда идет грохать дракона Именно профессионал Не путать с обычным игроком А то сейчас будут мне писать комментарии Компот Ты утрируешь Слишком сильно Профессионалы Так себя не ведут Они такие же обычные игроки Нет Я говорю прям про гиперпрофессионалов Которые прям вот Ну супер заморачиваются Как спидраннеры Только ну не так конечно Почокнутому Но так же Вот собственно Все что они берут И на самом деле Вот мой профессионализм Вообще не дотягивает До стрельбы из лука Я бы даже сказал Он не до профессионализма Когда я стреляю из лука Ну надеюсь у меня получится Вывести этого гребаного дракона Хотя что я говорю Надеюсь получится Опа Мы все с вами упали Прямо сейчас получили Новое достижение И начинаем Искать портал Портал обычно Находится недалеко Собственно если вы точно искали И вот что я собственно И говорил Он находится недалеко Как только они забегают Они сразу же Ломают спаунер А потом дерутся С вот этими вот Назойливыми Чешуйницами Частицами Хотел сказать Совсем уже Поехал с своим Профессионализмом Так я возвращаюсь Назад потому что Я подумал что Неплохо Еще бы не помешала Кровать Вышел Наверху были овечки Все было отлично Ставим кровать И можно тут поставить В принципе Спавн По Инт Давайте это прямо Сейчас сделаем Спи моя радостью Все готово И я могу в принципе Активировать уже Этот портал В этом нет ничего сложного Обычно новички боятся Этого делать Но И мне как-то уже Знаете Не страшно Что ж Запасаемся Кладем все себе В первые слоты Все что нужно Равняем все Как вам удобно Мне например Удобнее всего Наверное Вот так вот Даже стрелы В принципе тут не нужны Что они тут забыли Вот так вот Я думаю будет удобно И что ж Перекусываем яблочко Напоследок И прыгаем в этот портал Мы телепортировали Кстати нам очень повезло Даже блоки видимо Не понадобятся Мы экономим блоки И будем подниматься Всегда по воде Например вот Я только что шлепнулся Как-то вообще Подорвал Это мой профессионализм И быстро поднимаемся Благо в Майнкрафте 1.15 Можно теперь супер Быстро подниматься По воде И снова падать вниз Все отлично Мы уже здесь И мы можем в принципе Уже уничтожать кристаллы Все очень просто Мы просто к ним строимся У нас есть блоки Но блоков нужно слишком много Поэтому советую вам Подниматься С помощью воды То есть берете Ставите Опускаете Ставите Опускаете Вот так вот Очень быстро Очень часто Вот так вот Прям не знаю Вот прям Дайте Дайте Немного рассечь И поднимайтесь так до конца Так я немного потерял Одно ведро Но ничего страшного Мы забрались на один Из самых высоких кристаллов И теперь можем в принципе Сбивать Другие кристаллы Которые находятся Неподалеку Которые открыты Открытых тут довольно Таки кстати говоря Много Что ж друг мой Все кристаллы в принципе Уничтожены Уходим теперь с территории Где он тут все бросает И можем в принципе Целиться В него Из лука Но конечно желательно ждать Когда он подлетит сюда Построится тут заранее Прекрасный Красивый бортик И лупасть его по морде Собственно ждем Когда он будет опускаться Вот пожалуйста Он уже опускается Он уже делает Всякие маневры Пожалуйста Мы стреляем Прямо сейчас в него Должны попадать В принципе Потому что он находится Довольно таки близко И вот собственно Что я говорил Он нас конечно будет откидывать Но мы построили Небольшой тут трамплинчик Конечно он в другую сторону Повернулся головой И вот так вот теперь Вот так вот Опа 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 Работаем Работаем Профессионализм работает Так-так-так Пострелим в него Теперь постреливаем Ой кто это у нас тут Защитку включил Да что ты говоришь Деловой такой Но в принципе У него мало хп уже осталось Прям в полете Снес ему практически все хп Практически все хп И да ребятки Мы это прямо сейчас С вами сделали Мы уничтожили дракона И можно сказать Прошли майнкрафт На профессиональной сложности Теперь мы забираем Все это Кто из профессионалов Хочет собрать Это яйцо Все очень просто Смотрите Вы значит Подстраиваетесь Вот к этому порталу Вот так вот Забираете отсюда Одним факел Стукаете по яйцу Смотрите где Оно упало Оно значит сюда Старый дедовский способ Потом ломаете Под ним блок Берете значит Вот так вот Факел Ломаете И тадам Физика Физика в майнкрафте Да мы собрали Только что яйцо Еще вы конечно Можете отправить туда И майнкрафт Естественно Еще не завершен Но Для меня На сегодня Он завершен И прямо сейчас Я прыгаю сюда вниз Чтобы прочитать В очередной раз В сотый раз Субтитры Что ж ребята С вами был я Компот Надеюсь вам понравился Этот ролик Сегодня я прошел Майнкрафт На профессиональные сложности А теперь давайте По серьезному Естественно Я не отношу к себя Лиге супер Пупер Профессионалов Я такой тут сижу Че у вас как играть Правильно на майнкрафт Вот так вот Надо и больше никак Нет Естественно Это не так Я тоже себя не отношу К профессионалу Разве что В качестве Сценического образа То есть Чтобы было Людям и зрителям Интересно Я отношу себя К обычному Игроку Который знает Некие фишки Некие лавхаки Так сказать Про майнкрафт Вот видите Я даже заговариваюсь Профессионалу Это непозволительно Поэтому Я не считаюсь Анубом Я не считаюсь Апро В принципе Мне не важно Кто как играет Все по своему Хороши Нубики Прекрасные персонажи Обычные игроки Тоже прекрасные персонажи И профессионалы И все Они прекрасные Персонажи С вами я прощаюсь С вами был я Роман Компон Не забывайте Ставить мне лайки Подпишись пожалуйста За такое интересное И сложное видео Всем удачно Спасибо И пока ребята Субтитры сделал DimaTorzok